Здравствуйте дорогие друзья! В эфире вновь передача «Секреты власти». В студии с вами я, Бермет Букашева, и мой сегодняшний гость, депутат легендарного парламента Рамазан Дырлдаев. Рамазан Лукеевич, очень приятно вас видеть, потому что вас давно не было на политическом пространстве. Хорошо, что нам удалось вас поймать и вытащить на эфир. Хотелось бы поговорить о многом и об истории нашей страны, чему вы были свидетелем и участником. Расскажите немножечко, вы сейчас почему как-то ушли от политики? Ну я не уходил, просто я публично меньше показываюсь или нахожусь на разных личных публичных собраниях. Ну потому что уже возраст с одной стороны, сейчас молодые. Время молодых пришло. Позиции, наверное, сейчас у вас такие критические, да, наверное? Ну да, у меня, ну поскольку положительных сдвигов нету, ни вчера, ни сегодня, поэтому, конечно, вам приходится такую позицию занимать. Вот у вас очень интересная биография, вы были милиционером. Таким вот, причем вы были и работали в Ксине, да? В Ксине работал, да, года два, да. Года два, да. Значит, и основное, чем вы занимались в милиции? Ну, в основном, оперативный работник я был. Оперативный работник. Начинал там в ОБХСС, потом уголовный розыск, а потом система, ну тогда УИТУ назывался, там. И потом снова уголовный розыск, а потом уже возглавлял так называемый мэровый МВД СЦР по Кыргызстану. Это было создано решением второго съезда туда союза СЦР. И чтобы бороться с коррупцией во всех союзных республиках, значит, была такая служба создана. Это межрегиональное управление по боро-сорганизованной преступности, коррупционной. Да, это серьезное такое подразделение. Да, ну, потом Ахаев его ликвидировал. Потрясающе то, что вы стали правозащитником. Это, наверное, уникальный случай, когда милиционер становится правозащитником. Мы же обычно защищаем права людей, наоборот, от произвола, как бы, милиции, правоохранительных органов. Многие писали, особенно Ахаевская пресса, что как может стать, значит, милиционер-правозащитником. Но, тем не менее, я доказал, что можно. И правозащитная организация, которую создал сам Кыргызский комитет по правовым человеком, стала всемирной организацией. Он стал всемирным и членом многих международных организаций, включая статус ООН. Наверное, в мире больше нет такого, что бывший полицейский стал правозащитником. Ну, есть, наверное, есть, наверное, потому что в разных странах, может быть, есть. Да, ну, просто душа, наверное, потому что... Ну, вы, наверное, просто знали произвол изнутри, и как бы вам было легче. Да, не только это, но вот когда уже у нас союз начал разваливаться, многие там пошли по демократическим путям, и я поддерживал всех демократов в Кыргызстане. Вот топ-чувек другу. Да, вы защищали. Мы защищали, мы их охраняли. Первых узников политических. Да, да, поэтому у нас душа была демократичная, и мы хотели, чтобы наше государство стало демократичным путем. Рамазан Лукич, а расскажите, вот, помните, когда вот вы были депутатом легендарного парламента, вот этот механизм, как люди становились депутатами тогда? Вот, допустим, вы были милиционер на руководящей должности. Тогда же еще союзный был, еще союз был, и тогда вот уже начали работать на местах, вот, демократический принцип. Хоть закон был старый, союзный, но, значит, было уже выборы демократичные. Вот первые три года это были выборы демократичные. Я попал в этот период, и... То есть вы просто выдвинули свою кандидатуру, или кто-то тогда выдвигал, как это происходило? Я чуть-чуть уже не помню детали, но, в общем, выдвинули меня. Но это не было по разнарядке сверху? Нет, нет, никаких разнарядок. Я потом, я же пришел до выбора, я не в 90-м году, а в 92-м году стал депутатом. На смену кому-то, да? Да, кто-то ушел, и на место этого меня что-то выдвинули. Вот в первом майском районе у нас было 15 кандидатов, наиболее такой авторитетной, сильной была одна женщина. Она, по-моему, там, птицефабрику возглавлял. И у нее были такие позиции сильные, мы боролись. Тогда хорошо было, не надо было денег иметь, денег тратить. Да, 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 вот мы ходили, агитировали. Никакого подкупа не было, да. Тогда еще не было никакого. Подкупы, это все безобразие. Вот первый демократичный, действительно, избранный парламент. Это вот первые, единственные демократичные выборы были. И вот на фоне этой демократии я стал депутатом. А вот уже с 95-го года уже пошли всякие вот фальсификации. А вы стали депутатом, когда вы уже критиковали Акаева или еще нет? Я стал, ну, тогда я стал депутатом, еще не совсем критиковали Акаева. Просто выражая демократические идеи какие-то, да? Мы единственное убеждали избирателей, что вот мы хотим такую построить страну, вот по такому пути пойти, что мы должны допускать. Ну, во-первых, моя должность позволяла, что я буду активный борец коррупции. Поэтому народ этому поверил и проголосовал. Я сам даже удивился. Я думал, эта женщина выиграет, потому что у нее была, она раздавала эти... А до этого были же Ожские события, и вы тогда уже сыграли свою роль, да? Нет, не до этого, да, но в этот период, да, в этот период, значит, мы уже и Ожские события, тогда был министр такой Гончаров, помните, он там руководил не совсем удачно. Хулов был первый заместитель министра. И, значит... И вы вместе работали. Да, я начальник, значит, управления был. Города Бишкека, да? Нет, я был начальник управления, уже вот это мы... Вот это как? Да, я был сначала уголовно-русской работал, а потом меня выдвинули на... На эту службу, которую мы рево. Я уже потом, будучи на совещании в Москве, значит, уже предложил, чтобы... Почему? Просто сначала нас с казахом вместе сделали. Ну, я когда в Москву на соврание пришел, я уже запротестовал. Говорю, почему все Советные Республики самостоятельно имеют, а нас присоединили к казахам. И начальник главка, как же его фамилия сейчас... Лев прыгнул к книгу «Псалон». Ну, тоже депутат, тоже была известная очень личность. Значит, он говорит, а что вы хотите самостоятельно? Я говорю, да, конечно, самостоятельно. Почему вы, я слушаю, скоро будем сувереннее, государство, а вы нас куда-то прикрепили. В общем, я отставил эту позицию, он потом мне предложился, тогда давая предложение свое, я сделал предложение, то есть подготовил там штаты, расписание там, все, что нужно там для соответствующей службы. И они сразу меня поддержали в Москве, и так сразу же мы создали, то есть через два месяца после того, как эта служба создана совместно с казахом, мы отделились и самостоятельно службу создали. И уже работали, начали здесь бороться с коррупцией, потому что в тот момент, вот я помню, первый у нас, один из первых дел был, тоже Харасу, сегодня Харасу знаменитый. И также был Харасу, мы, наши сотрудники, которые в машине находятся, задержали, значит, прокурора Харасу из Кореяна. Я тогда понял, тогдашний генпрокурор Баяков очень сильно в защиту поступил прокурора. А я, естественно, отстоял позицию, что все законно задержан. Удалось посадить его? Да, удалось задержать его, в общем, следствие над ним, да, следствие над ним делалось. Ну и там ряд, много других дел было. Например, я был командующий панфиловской дивизии тогда, Дмитрий, по-моему, Дмитриев, генерал. Вот, мы на него уголовное дело возбудили тоже, депутат был он. И он тогда, с самолета, который был у него в подчинении, поднял воздух и в Россию улетел. И так непривлечен был, остался уголовное ответственность. То есть на вашем счету уже были какие-то племкие дела, и поэтому вы стали депутатом? Да, например, зампредседателя горосполкома был такой, по-моему, Русалиев. На него уголовное дело мы возбудили. И, естественно, с администрации президент мне начали звонить. Я говорю, а вы что, вы коррупционеров защищаете или с ними бороться? Я так отвечал, естественно, я так и с ним не нравился. Тогда был этот руковод для администрации фамилии, как маленький. Карабаев? Карабаев, да. Первый. Да, да, да. Оказывается, они земляки таласки. Ну, потом они его... Освободили? Освободили, но... Мешались, да? Да, мешали очень. Ну, таких дел у нас было уже много. Судьи попадали. Мы что сделали? Мы сразу внесли изменения в закон, потому что раньше закон позволял коррупционеров, то есть вот должностных лиц, расследовали только прокуратуру. Мы это изменили и получили такое право. Вот Диорг, конечно, через Диорг, конечно, тогдашний. Тогдашний Диорг, конечно, был лучше, потому что они более честные были, чем потомчины. Они еще при советской власти, еще не испорчены. Да, еще не испорчены. И вот таким образом... А вот когда комендантский час был во Фрунзе, Фрунзе еще тогда назывался, Кулов мне говорил на интервью, что вы были, руководили этим или... Да, Кулов был комендант же. Да. Да, да. А вы какую роль играли? Ну, мы, я уже говорил, что мы охраняли топчевиков, удалили митингующим, не позволяли там, ну, насилие на них применять там. То есть много чего там было. Понятно. Значит, то есть мы уже фактически поддерживали их митингующих. То есть тогда не было такого, чтобы арестовывать, там, этих митингуешься, там, бить, там, или еще это какие-то. Вот я как раз это не позволял делать. Вот очень интересно, что вы были золотое дело. Расскажите, зрители, сейчас уже новое поколение выросло. Они ничего не помнят, ничего не знают. Ну, да, ну, да. Вы были членом комиссии, так называемой, по золотому делу. Я был зампредседателем комиссии. Зампредседателем, да. Председателем был Мамбетов. Не Усубалиев? Усубалиев был рядовым членом, да? Было это так же. Скажите про это дело. Будучи начальником этой МРУ, я имел информацию уже поступать мне, что на Акаева, что вот эти две тонны золота вывозятся в Швейцарии и контрабандным путем. И, значит, Швейцария там афинирует, в общем, короче, разворовывается. Тогда, а, ну, сначала, вот. Тогда Берштейн уже был здесь. Да, Берштейн появился. Вот это был для меня основанием, чтобы, как депутата, что вот публикации есть такое. То есть вы были даже инициатором всего этого? Ну, послушайте, послушайте, как было сейчас. Значит, я потом пришел на сессию, значит, и вышел на трибуну. Акаев сидит, все сидит там, значит, там триста сорок или сколько-то депутатов и внес предложение создать комиссию депутатскую. Шеремкулф не побоялся Акаева, не дает поставить на голосование. Мы с ним стоим, я на трибуне, а он ведущий, ругаемся. Вот, я требую, чтобы поставить на голосование, а он виляет разным путем, потому что не знает, сзади Акаев сидит, что скажет, Акаев думает. Потому что я это внезапно сделал, принес, что ты, таким образом, минут сорок, значит, я стоял на трибуне, а Шеремкулф все виляет. Потом, значит, уже меня депутаты начали поддерживать, уже они, и на конце концов, депутаты начали ногами топать, ведь я тоже был признан демократии. И таким образом вынужден... Это уже после 20-го съезда все уже такие. Да, да, да. И Шеремкулф вынужден был поставить на голосование. И когда Шеремкулф поставил на голосование, 240 депутатов меня поддержали тогда. А всего сколько было депутатов? А всего 350 было депутатов. 240 мне поддержали. Мощно. Я даже с собой не виделся, что столько, потому что я же ни к кому клану, никуда же не относился. Вот. И, значит, сразу же сам предложил, значит, себя, вот Мамбетову, Усубалиев, Усубалиев тогда боролся против Акаева первым, значит, кого-то, Молдогазиев, Аманбаев еще бы я предложил. Ну, потом Аманбаева убрал Шеремкулф и туда поставил единого своего там человека. И таким образом сразу пять человек мы поставили. Остальные, у нас было 12 членов сначала, остальные уже депутаты там предложили. Вот таким образом был создан золотая комиссия. А Мамбетов, он кто был? А, Мамбетов, вот, тогда был, он профессор, просто Мамбетов, значит, вот Мамбетов я предложил тоже. И потом мы когда собрались, мы Мамбетову избирали председателем, потому что он тоже поступал принципиально все время. И, значит, критиковала Акаева. Вот таким образом это была золотая комиссия. И мы начали, уже это было в апреле, и вот расследовали до декабря, а потом Чингыш ушел. Вынужден был уже уезжать в Ставку. Вот благодаря вашей работе этой комиссии парламент и носит название легендарного. Потому что он настолько мощное дело раскопал и был такой смелый и принципиальный. Ну, то как раз мы в основном вот пятером работали тогда вот. Я, Мамбетов, Усубалиев, к сожалению, живут, потом Усубалиев продался. Усубалиев продался. Потом Камиля Байлинова тоже пресс-секретарем назначили. Да, да, да. В общем, начали, начался я всех подкупать Акаев. Ну, Усубалиев, ну, все-таки уход Усубалиев для нас, конечно, было... Болезненным, да? Болезненным, потому что он все-таки авторитет 25 лет руководил. Вот это все многие депутаты, они его благотворили, потому что он был первым секретарем, а многие и через него были назначены, через него. И поэтому они, естественно, к ним относились уважительно. Ну, тем не менее, вот был уже такой момент. Значит, стал же... Ченгышев ушел в отставку уже, то есть вот отправили уже... Ну, его сделали практически козлом отпущения. Да, козлом отпущения. Ну, у нас была тактика такая, что у вас сначала Ченгышеву, а потом уже за Акаев взять. Ну, Акаев опередил, разогнал нас уже в апреле следующего года, 94-го года. Ну, фактически, значит, вот Усуболив подкупил, значит... Нейтрализовал кого-то, да? Да, нейтрализовали мы, но просто сессия не состоялась. Сессия не состоялась. Ну, я думаю, тогда все-таки, если бы Шеремкулов более активно работал бы в свою защиту, то есть не свою защиту, а защиту парламента, может быть, что-то получилось бы, но он был не... значит, все, что делал Акаев, он делал. Даже было такое испытание в тот момент, вот летом было. Тогда Нанаев и Рустамбеков были руководители администрации, а Нанаев – банк. И вот они летом, по-моему, в август или когда-то, значит, Акаеву перевели Рустамбеку Ахматпаева и познакомили. И вот он смог доказать, что в тот день избил сына Шеремкулова. Даже тогда Шеремкулов ничего не сделал в защиту даже своего сына, не только в защиту парламента. Рустамбеку избил сына Шеремкулова, чтобы запугать Шеремкулова. Да, да, запугали тогда. Вот первый. Ну, я помню, даже был такой момент летом, очень раз говорю, вот тот момент, может быть, если помнишь или нет, очень сильно, каждый день пресса жужжала только вот о нас, золотая комиссия, с одной стороны правительство, с другой стороны, значит, мы там даже, мы даже судили с Чингышевым, если вы помните, первый судебный процесс же был. Чингышев нас оскорбил через телевидение. Вот, и мы на него суд подали. Я вот убедил, там усугали у всех, что это нормальный процесс. Они-то стыдились судить тогда. А это, я их убедил, что они, это нормальный демократический процесс, надо судить. И мы суд подали, мы выиграли первый, там, судья потом уехала из Кыргызстана, женщина Первомайского района была судья. И вот нам за оскорбление по стосам присудил судья. Чингышев пришлось платить нам. Замечательно. Сейчас миллионы присуждают. Как вам хорошо было. Вот так вот, это еще не совсем здесь порчение демократии было тогда. Ну, а потом все это началось, когда в 95-м году, когда всех нас, значит, против нас, вся государственная машина работала, за нами следили, в общем, нас, чтобы не допустить. Давайте сейчас вернемся к золотому делу. Вот все-таки скажите телезрителям, сколько тогда вывезли золото, и так оно до сих пор и там где-то осело? Тогда вывезли, так было. Две тонны золота вывезли, афинировали его в швейцарском афинажном заводе, и Ахаевский, значит, положили в банк, что и получали дивиденды. То есть они это потом вынуждены были представить так, что это во благо страны они хотели? Нет, они потом вынуждены были оформить документы, чтобы как будто вернули уже после этого скандала, шума и так далее. И оценили тогда это две тонны золота на 13 миллионов долларов. Ну, тогда по тем тогдашним ценам, может быть, это... Сейчас мало, наверное. Сейчас наоборот, это очень много было, потому что тогда золото было дешево, он стоил тогда, по-моему, 14 или сколько-то. Вот я и говорю, а сейчас это сумок больше. Да, сейчас это стоит чуть ли не там тысячи процентов. И это бы стоило сейчас не 13 миллионов, а или 130 миллионов, или, может быть, там даже больше. Вот так было бы. И это золото почти кормило бы половину граждан. Но они вернули его? Ну, считают, вернули. А практически, я считаю, не вернули. То есть по сумме мало получается? Да, да, да. Нет, вот. Я считаю, не вернули. Вы считаете, не вернули? Да, не вернули. В общем, дальше же мы уже не депутатом, никем не были, но мы все-таки общественность доводили. Но наши усилия были не достаточной. Акаевы до сих пор, как бы, могут жить с этого золота, да? Не только за, они же из-за Шетхунтура, да. Дело в том, что еще вот эта золотая комиссия наша сработала, Ченгышева отправили отставку, и потом вот Усубалиев был такой, перекупили они. И, значит, потом, а почему это Усубалиевый ход был для нас не в пользу, потому что мы собирались в апреле уже в 94-м году рассматривать кунтур. И на кунтуре хотели уже, ну, против Акаева, значит, да. Но Акаев нас поэтому и разогнал. То есть вот нейтрализовал наш парламент, и он не работал фактически. И потом он, Джумагулу назначили, значит, премьер-министром, и Джумагулу подписал кунтур тогда. И тогда еще процентное соотношение более-менее было приемлемое. То, что мы добились. То есть это было сначала 67%, потом 70%. К Кыргызстану принадлежит. К Кыргызстану должно быть, а остальные там 33% или 30% должен быть принадлежит Камека. Это вот наши усилия этому привело. Хотя Саргулу, оказывается, говорит, что это он сделал. Это все наши усилия к этому. Ну да, золотой комиссии. Да, вот это мы привело. Ну вот, видишь, а потом? Потом постепенно дуре уменьшалось, уменьшалось. Уже дошло до того, что до 33% пользуют Гыргызстану, а остальные пользуют. Хотя они тогда, когда даже было 60% и 70%, они ведь не платили реальные деньги. Они же только начали строить. Это еще, это контракт. Контракт. Контракт, да, контракт такой должен рассмотреться. Вот Джумагул подписал. Вот, заставили, вернее, Джумагулу подписать, мне кажется. Ну, Ахайф, но тем не менее, Джумагулу тоже должен быть, как премьер-министр, свое мнение имеет. Он не должен был подписывать такой ущербный для нашей страны. А как вы думаете, вот, когда Берштейн ехал в машине с Исановым Насердином, который стал премьер-министром после Чингышева, на самом деле произошло это убийство или это был несчастный случай? Исанов был до Чингышева уже. Ой, нет, нет, да, я извиняюсь. Исанов был до Чингышева, он был не угоден, как бы, Берштейну, и его пытались убрать, как слишком независимый. Да, говорят, что он отстаивал, точку зрения Кыргызстана, и за это убили. Ну, дело в том, что объективного расследования до сих пор нету и не установлено. Если бы было расследование объективное, то могли бы вот это все. В народе молдствует, что это действительно убийство. А вы тогда не пытались расследовать? Вот, ну, мы пытались, мы пытались, но доступа не было, потому что, да, доступа не было, поэтому мы не смогли. Но мы, ну, мы уже написали в этой заключении, что Берштейн жулик. Мы, наша золотая комиссия, брошюра ушла. Там написано, что Берштейн международный жулик. Вот, то есть уже нельзя... Ну, он был признан международным афилистом. Да, да, да. Потом Борис Ельцин писал о нем в своей книге. Он, он не тот жулик. Дело в том, что тогда же все материалы, вот я ездил, откапывал. Он был еще в Молдове. В Молдове, да. Вот, мы ездили в Москву. Многие материалы... Даже с Ельциным он встречался. Да, да, да. Но вот он пишет в своей книге, что выяснил, что он был этот... Он себя такой авторитет, орел создавал, что его вот так принимали. Ну, многие тогда подкупались, в том числе Ахаев, он же потом признал, что вот он, вот у него был такой вид, что о нем такое мнение, поэтому я вот, ну, хотя он, конечно, Ахаев вилеет. Ахаев прекрасно с ним договаривался. Ахаев даже к нему домой в гости ездил, в семье. Надо, кстати, и телезрителям сказать, кто не знает, что вот Берштейн, Борис Берштейн, который был признан международным аферистом, он был первым советником Аскара Акаева, президента Кыргызстана. И у него кабинет даже был, как у советника на седьмом этаже Белого дома. Он ему все права отдал, он чуть ли не с первого дня сдал Кыргызстан ему. Это компания Сиабека у него называлась, и она же привела Камека к нам, которые тоже грабительскими контрактами просто все время... Просто Камека тоже работала, потому что они в таких условиях договорились с людьми, и поэтому так привели они. И Камека фактически делал то же самое Берштейн. Да, Камека, Центера, которая сейчас продолжает благополучно работать, это все одно и то же. Да, да, да. Ну вот сколько лет мы говорим, тогда мы... Мы говорим, грабят Кыргызстан, и все так и остается на месте. Почему? Вот, мы тогда ставили условия, чтобы золото делить, то есть металл там делить. А никто не согласился. Ну, условия бизнеса такового, что надо делить этот... Прибыль и так далее. Таким условиям. Мы жесткие условия тогда ставили, чтобы металл делили, то есть золото. И Акаев все-таки, значит, во всем вот этом системе, которое вот он сделал, это Акаев. Вот он какой. Он вот этот грабинский золото, кумтор, сдал. А скажите, а пытались вас купить там членов комиссии? Ну... Как-то предлагали что-то? Ну, пытались, конечно. Мне там всякие должности предлагали. А это вот, ну, Акаевская власть? Да, Акаевская власть. Например, мне хотели зампредседателем КГБ даже поставить. Ну, в общем, мне так предлагали, приходили, да. Не буду говорить фамилию, кого-то через одного моего друга. И, значит, ну, то и отказался. Вы отказались? Я отказался. Отказался. Я сказал, ну, что я пойду, а через месяц снимите, говорю. А вот потом каждый раз депутаты оппозиционные, ну, других уже созывов, они пытались все время тему кумтора раскачивать. И один раз один депутат мне говорил, что, да, чемоданы заносят дипломаты и депутатам тоже. Ну, да, пытались. Вот я даже знаю один случай. Значит, оппозиционных депутатов, когда не удавалось подкупать, тогда вот после 6-7 были тоже хорошие депутаты. Вот Бекин Назаров, Доке, Дороми. Да. Другие были. Другие. И они выступали, и там даже иногда им удалось что-то добиваться. Вот человек 20 всегда было. Приходили хорошие депутаты, и они отстаивали. Когда... Вот я знаю один случай, когда какой-то закон там Ахаев хотел протащить, и оппозиционные депутаты не допускали. Ну, их хоть и меньшинство, но они убеждали так, что они проходили. И однажды, значит, группу депутатов через Агахан отправили в Париж. Ну, они, говорят... Фонда Агахана? Фонда Агахана. Ну, видимо, Ахаев, говорит, попросил, чтобы их там прогуляться. Там прогулялись. Да, там прогулялись. В виде взятки. А за это, значит, за это время этот закон протащит удобный. А-а-а, понятно. Нужен был, да. И они звонят мне, говорят, приезжаем мы в Париж, я в Вене живу. Это был двух, точнее, первый или второй год я их забыл. Ну, значит, я приезжаю, они там хороших в отеле живут, недалеко от театра, значит, Гранд Опера. И, ну, мы говорим, что будем кушать, пить, смотрю там всех очень дорогие там напитки, выпивки. Ну, я говорю, ладно, раз купили, пейте, сколько хотите, я с ними по гостю пару дней. Но я им предложил, давай театр пойдем, ну, чтобы там не только такой прогулкой заниматься. И культурная жизнь была. Да, культурная жизнь была. Ну, еще на Западе трудно подкупать, поэтому билет не могли найти. Ага, фонды, да. Даже билет не могли. Не могу, французский театр, да. там просто заранее покупать за 2-3 месяца но так они все время вот так что-то пытались как-то нейтрализовать факт, что Акаев это создал и все это потом пользовались. Я сторонница той системы в Южной Корее, когда страна развивалась, несмотря на то, что каждого президента буквально посадили потому что там закон работает там закон работает там правоохранительная система честно работает максимально понимаете? Я вот, например, в Южной Корее был и значит и мне рассказывали там например, старик приходит там, выпьет в городе и едет там, ну пиво, выпьет и а это домой. Ну бывает полиция останавливает а этот старик говорит, бьет полицейского ну там такая традиция в старых надо уважать и ничего говорит, все равно старика выпускает но коррумпированного человека там не выпускает ни президента, никого понимаете? вот какое должен быть отношение да, у нас у нас у нас это милиционеры бедных там затюкали как угодно они уже теперь закон не знают они знают вот лишь бы системе власти начальнику служить вот это стало хошаматчилык служить там и получить свое делиться Рамазан Улыкевич давайте на этом завершим потому что время уже подошло к концу нашей передачи дорогие друзья в эфире были секреты власти наш сегодняшний гость Рамазан Дрылдаев член золотой комиссии легендарного парламента депутат легендарного парламента до следующих встреч следите за передачами секреты власти